Добрый день, коллеги! Сегодня у нас немного необычный формат проведения конференции. Я думаю, что среди нас много опытных посетителей веб-семинаров. И вообще за эти последние две недели мы все привыкли к получению информации онлайн. Поэтому приступим непосредственно к рассказу о проекте Российской Государственной Детской Библиотеки, немного амбициозном названии Всероссийской энциклопедии детской литературы, который называется «Про Дет Лит». Проект возник как ответ на очевидную нехватку достоверной и полной информации о деятелях, детской литературы, создателях детской книги об организациях, институциях, которые поддерживают инфраструктуру детского чтения и отсутствие единой точки доступа к такой информации. Название «Про Дет Лит» можно интерпретировать по-разному. От самого простого, как рассказ про детскую литературу, так и различные вариации на тему профессионалы в детской литературе или профессионалам в детской литературе. Но независимо от интерпретации названия, суть проекта не меняется. Это будет собрание достоверной и проверенной информации о писателях, иллюстраторах, переводчиках, а также литературных премиях и издательствах. Кроме того, будет пополняться фотобанк, потому что вся информация богата иллюстрирована. Часть информации будет использоваться для иллюстрирования существующих статей, часть информации визуальной может существовать совершенно самостоятельно. О чем мы чуть дальше поговорим. Адреса, по которым доступен проект, вы видите на экране. Также существует группа проекта в социальных сетях, которые тоже пополняются по мере возникновения новых материалов на сайте. Для реализации проекта был выбран движок Вики, на котором работает Википедия. Этот движок по умолчанию адаптирован уже под энциклопедическую структуру поддерживаются перекрестные ссылки, так называемые викификации. Сайт, который получается построить на этом движке, по умолчанию адаптирован для всех видов устройств. Это очень важно, потому что с каждым годом количество заходов на сайты с мобильных устройств увеличивается, и очень важно, чтобы ресурс выглядел на этих устройствах не хуже, чем на десктопе. Также мы используем заранее согласованную структуру статей, и несмотря на то, что их пишут разные люди, структура и стиль изложения должны получаться примерно одинаковыми. Мы, в отличие от Википедии, богато иллюстрируем статьи, и у нас нет никаких ограничений в количестве иллюстраций или фотографий, которые мы используем в каждой статье. В качестве источников фотографий и иллюстраций мы используем, естественно, книжные фонды РГДБ, архивы РГДБ, результаты работы пресс-службы Российской Государственной Детской Библиотеки. Это особенно касается современных изображений. Нам сильно помогают наследники тех людей, которых мы создаем материалы. Они охотно делятся фотографиями из архивов. Чтобы информация соответствовала действительности, мы применяем научное редактирование, в результате которого проверяются факты, которые излагаются в статье, расширяется охват информации, которую мы будем пытаться вставлять в каждую статью, и формируются так называемые гнезда для того, чтобы повысить уровень викификации внутри энциклопедии. Каждая статья состоит из нескольких разделов, и кроме такой биографической информации, которая тоже создается в определенном стиле, то есть это не просто перечисление каких-то биографических дат и событий, это достаточно связанное повествование, которое интересно читать. Кроме вот этого биографического раздела существует раздел избранной библиографии, в который обязательно включаются первые издания или издания с новыми иллюстрациями, и эта информация периодически проверяется и дополняется. Еще есть один раздел, в котором приводятся ссылки на полные тексты в случае, если они находятся в открытом доступе. В качестве источника обычно используется Национальная электронная детская библиотека. Еще один интересный раздел, который мы решили развивать в рамках этого проекта, это автографы. В фондах Российской Государственной детской библиотеки есть большое количество изданий, подаренных авторами или художниками с их подписями. И изображение этих автографов представляет из себя такой отдельный самодостаточный кусочек информации. Как же помогают в собирании автографов наследники, и мы также используем специальные издания, которые иногда нам попадаются. Это касается в основном уже давно ушедших авторов и художников. такие подходы к формированию основной статьи позволяют не только рассказать посетителям о конкретном человеке, но и могут использоваться для раскрытия собственных фондов как в традиционном виде, для чего служит избранная библиография, так и для раскрытия фондов в электронном виде путем использования ссылок на легальные открытые полные тексты. Так, давайте подробнее посмотрим, о ком можно найти информацию в проекте про Детлид. Это, конечно же, создатель детской книги, статьи о них составляют и будут составлять основу энциклопедии. На текущий момент у нас есть 72 статьи о писателях, 26 статьи о художниках и 28 статьи о переводчиках. Как я уже говорил, каждая статья иллюстрируется изображениями того человека, о котором идет речь, и иллюстрации приводятся. Это могут быть как обложки книг, так и избранные иллюстрации из произведений. Часто нам удается получить от наследников и отсканировать именно оригиналы иллюстрации, которые потом мы можем найти в книгах. иллюстрируем иллюстрирования используются, как и фотографии, которые РГДБ имеет возможность получать больших количеств, благодаря тому, что является участником, а зачастую организатором крупнейших событий в области детской литературы современной, книжные ярмарки, выставки, конференции, встречи, на которых часто пересекаемся с потенциальными героями наших статей и имеем возможность их фотографировать. текущий момент для иллюстрирования статей настоящих и будущих уже в проекте существует 543 фотографии, 634 иллюстрации, это отсканированные отфографированные оригиналы иллюстрации или иллюстрации из книг, которые мы выбираем из фонда РГДБ. И 109 автографов. Причем, как вы видите, каждый автограф уникален и интересен сам по себе, как маленькое произведение. Примеры фотографий, на которых вы видите современных писателей, художников, поэтов, людей, причастных к созданию и продвижению произведений детской литературы. примеры иллюстраций. Все рисунки, которые вы видите здесь, это отсканированные оригиналы, предоставленные самими художниками. примеры автографов. И примеры Интересные надписи, интересные формулировки, интересные рисунки. То есть, это отдельный музей автографов внутри энциклопедии, который будет постепенно развиваться, потому что на текущий момент мы, наверное, охватили только примерно пятую часть тех материалов, которые доступны нам из фондов Российской государственной детской библиотеки. Кроме того, создаются статьи об издательствах и литературных премиях. Эти статьи очень полезны в плане создания перекрестных ссылок между другими статьями энциклопедии, потому что они позволяют объединять в одной статье совершенно разных авторов, художников, иллюстраторов, переводчиков и позволяют путешествовать по энциклопедии, переходя по перекрестным ссылкам очень долго. Вы видите на этом слайде планы развития и пополнения энциклопедии детской литературы. Естественно, эти планы оптимистичны с учетом государственной поддержки этого проекта. И приятно об этом говорить, что на этот год Министерство культуры согласовало нам запрос на дополнительное финансирование, поэтому в этом году библиотека будет развиваться теми темпами, которые мы изначально предполагали. Единственное, в текущей ситуации у нас есть очевидная проблема с иллюстрированием, потому что для наполнения визуальной части статьи необходим доступ физически к фондам РГДБ для того, чтобы отсканировать и отфотографировать иллюстрации. В текущей ситуации это затруднительно сделать, но тем не менее статьи продолжают создаваться. люди, которые создают эти статьи и имеют удаленный доступ к электронным ресурсам Российской Государственной Детской Библиотеки, к тем источникам информации, которые часто используются при создании статей, такие как библиографические указатели Старцева или архивы журнала детской литературы, в которых можно подчеркнуть много полезной информации. Они тоже доступны сотрудникам онлайн, то есть работа по созданию статей и их редактированию и оформлению продолжается. Естественно, при первой возможности эти статьи будут дополнены всеми необходимыми иллюстрациями. надеемся, что через некоторое время большинство современных писателей, художников и всех причастных к созданию детской литературы смогут сказать, что про детлит это про меня. Причем я имею в виду не только деятели литературы, которые проживают в мегаполисах. Также мы будем стараться привлекать к сотрудничеству и региональные библиотеки, во многих из которых проводится серьезная исследовательская работа, касающаяся региональных деятелей литературы, которые с полным правом могут стать героями статей Всероссийской энциклопедии детской литературы. Поэтому приглашаем вас, во-первых, конечно же, к использованию этого ресурса, который постепенно наполняется и дает интересную информацию писателям, художникам, поэтам. современных и нет отечественных и зарубежных. Мы пытаемся охватить всех. Понятно, что это работа на долгие-долгие годы, но если она выстроится, то мы получим хороший ресурс и единую точку доступа, который как профессионалы, так и просто все желающие смогут получить обширную и проверенную информацию о создателях детской книги и доступ к самим этим произведениям, если это не будет нарушать ничьих прав. Спасибо за внимание. Еще раз смотрите на адреса ресурса, как обычно созданы разные виды баннеров, вы можете размещать их на сайтах своих библиотек, тем самым расширяя аудиторию пользователей проекта, что сейчас для него очень важно. Спасибо за внимание. С вами был Илья Гавришин, заместитель директора Российской Государственной детской библиотеки по информатизации фондом. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok